МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями региона познакомлю вас я, Татьяна Трофимова. Юность в сапогах. В военкомате Чуваши готовится к осенней призывной кампании. Контрольные расчеты в муниципалитетах Республики в рамках эксперимента взвешивают мусорные контейнеры. Сохраним лес. В Чувашии дали старт всероссийской акции и заложили новый парк. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики. На его реализацию предлагается выделить в 2020 году в общей сложности около 3,5 миллиардов рублей. Документ определяет приоритетное направление развития региона на будущий год. Главой Чувашской Республики принято решение направить дополнительные средства на образование, чтобы создать условия, чтобы наши дети занимались в современных, прекрасных зданиях, в которых можно реализовывать современные цифровые образовательные технологии. В первую очередь, средства будут направлены на капитальный ремонт учреждений и школ, износ которых составляет 0,5% и более. Долгое время мы занимались обеспечением доступности дошкольного образования. За последние годы построено около 50 дошкольных образовательных учреждений. И в рамках этого указа первые направляют средства на то, чтобы провести капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений. Кроме того, направляют средства на то, чтобы создать условия для летней занятости и отдыха наших учащихся. То есть получат средства на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных лагерей. И очень важное направление в рамках реализации этого указа это создание условий для здоровьезберегающей среды учащихся начальных классов. То есть в рамках указа все участники, обучающиеся начального звена, получат современную мебель в 2020 году. Мы действительно сейчас строим отличные спортивные комплексы. Строятся новые школы с плавательными бассейнами. Но в то же время у нас накопилось много проблем. Это с теми зданиями, школами, детскими садами, которые были построены 30-40 лет назад. И поставлена задача, вот эти средства, 1 миллиард 200 миллионов рублей, которые направляются на образование, направить в первую очередь на те проблемные школы, которые требуют ремонта. Тот миллиард денег, денежных средств, которые направляются на здравоохранение, направить в первую очередь на те учреждения здравоохранения, где сделать, скажем, условия труда для врачей, для посетителей, для больных, сделать более комфортными и хорошими. Средства, которые направляются на культуру и на спорт, это развитие инфраструктуры. Задача какая? Сделать, чтобы жителям наших было больше возможностей заниматься физической культурой, спортом. И надеясь, что все те подрядные организации, что те люди, которые выполняют проекты, те люди, которые будут исполнять эти проекты, что они будут хорошими, качественными. Все то, что заложено в указе главы Чувашской республики. Этот дополнительный указ будет стимулировать нас, органы местного управления, для выполнения поставленных задач. Ведь данный указ затрагивает многие отрасли нашей экономики и, в первую очередь, нашей бюджетной сферы. Я переведу на себя. Хочу сказать, что, например, в рамках реализации указа в Порецком районе по строке образования начала ремонтироваться в этом году. В 2019 году школа Анастасовская с 50% износом. Она завершена в следующем году. И еще одна школа, Наполинская, тоже по этому указу, благодаря вот этим дополнительным средствам, будет включаться в эту программу. Также по разделу культура. Очень много делается. И в том числе будет приобретаться необходимое оборудование для наших культурных учреждений. По здравоохранению давно уже мечтает Поречане, чтобы центральная больница имела свою котельную. В Чувашии дали старт всероссийской акции «Сохраним лес». Масштабные работы развернулись в деревне Крикосы Чебоксарского района. Сегодня здесь заложили новый парк. Подробности в следующем материале. Это место становится достопримечательностью муниципалитета. Музей-сад в честь покорителей космоса был создан два года назад предпринимателем Юрием Соколовым. Глава региона отметил, что такая инициатива дорогого стоит. Здесь увековечили память о первопроходцах Вселенной. Их имена высечены на гранитном мемориале. 5 сентября здесь день рождения Андрея Горча Николаева, летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза, нашего легендарного великого сына народа Чувашии. Его друзья с первого отряда побывали уже на начальной стадии. Первые они саженцы посадили. Это очень важно. Мы ежегодно празднуем эти даты. И этот парк практически приурочен к космонавтам. Вы сейчас молодые граждане Российской Федерации. Как вы говорите между собой, шепчетесь. Возьмите будущее в свои руки. На благоустройство музея-сада вместе с Михаилом Игнатьевым приехали кадеты и студенты. Многие из них до этого дня еще ни разу не сажали деревья. Мастер-класс от главы региона. Правильно, правильно. Вот эти ветки даю. О, кадеты. Молодцы. Ровно. Я чем-то взял разбросаю вокруг. Все по науке. Чтобы саженцы перезимовали и выдержали даже шквалистые ветра, их привязывают веревками к деревянным кольям. Фронт работ довольно большой. Силами трудового десанта посадили 100 деревьев. Экологическую акцию приурочили грядущему юбилею республики. Пойдем, Настя. Я с гелий. Саженцы должны прижиться через год. Яблоням и елям необходим постоянный уход. Среди посаженных в будущем парки деревьев и 20 дубов по числу членов первого космического отряда. Здесь будет развиваться и музейный комплекс. В планах установить 40-метровую модель космического корабля. Здесь в середине самолет привезем тоже. Списанный самолет. Вертолет. Там тоже обещали вроде. Но это тоже привезем. Ну вот так и работаем. Продолжаем работать. После кропотливой работы горячий чай и каша с полевой кухни. В неформальной обстановке глава региона ответил на вопросы ребят. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. На зов родины 1 октября в стране стартует осенняя призывная кампания. Только из Чувашии в армию отправится более тысячи юношей. Подробнее расскажет Рифат Фаткулин. Сухопутные, десантные, ракетные. Чувашских ребят охотно берут в эти войска. Большинство новобранцев, а это порядка 70%, будут служить в военных частях западного военного округа. У нас связано это с отправкой из города. Вы знаете, у нас входит прямой поезд через Москву. Это наши два поезда. Нам возможность будет сажать ребят здесь, прямо в городе, и отправлять их назад. Каждая призывная кампания имеет свои особенности. В этом году уменьшилось число призывников. Некоторые не прошли медицинскую комиссию, имеют плохое зрение, проблемы с позвоночником, сердцем. Там небольшое снижение, порядка 230 человек. У нас меньше. Но я сразу хочу сказать, это не потому, что нам меньше дают нарядов и так далее. У нас снижается количество ресурсов. Все зависит от того, сколько у нас стоит молодых людей на войском учете. К сожалению, существует определенная проблема. Нас очень сильно волнует. Это качество. Качество, в первую очередь, по состоянию здоровья. Еще одно изменение. На этот раз призывники отправятся служить из столицы республики. Здание сборного пункта в Канаше, построенное полвека назад, непригодно для размещения там новобранцев. В ходе первого этапа проектно-изыскательских работ комиссия пришла к выводу, что здание не подлежит ремонту, подлежит сносу. Главой республики Николай Васильевичем Игнатьевым принято решение рассмотреть возможности предоставления временного помещения или временных объектов для осуществления призыва в данном случае осенью 2019 года. Им стало здание по улице Константина Иванова, дом 30. В этом году повестки не смогли вручить 1700 молодым людям. Много причин. Люди уезжают жизнь и жизнь. Где-то кто-то выехал за пределы республики по каким-то своим личным проблемам. У кого-то сложились так обстоятельства, что нужно помочь родственникам, где-то трудоустроиться на период какой-то. Но есть правила. Это порядок выезда за территорию. Если свыше вы выезжаете, чем на три месяца, нужна временная регистрация и временный воинский учет. То есть если свыше на три месяца вы выезжаете, мы должны поставить. Если вы этого не делаете, значит вы нарушаете порядок регистрации, как гражданин Российской Федерации, и порядок воинского учета. Уже это административное наказание. Плечет от собой. Ну а тех, кто получил повестку, но не дошел до военкомата, наказывают по всей строгости закона. Вплоть до тюремного заключения. Рефат Фаткулин, Павел Иритков, республика. При вскрытие ее. У агрохолдинга «Юрма» новый руководитель. Птицефабрику выкупила волгоградская компания «Мегамикс». Сегодня премьер-министр Чуваши Иван Моторин встретился с собственниками и обсудил перспективы развития агрохолдинга. Процесс оформления документов закончился, и у руля «Юрмы» встал новый генеральный директор Сергей Розаев. Компания «Мегамикс» полностью взяла на себя обязательства по птицефабрике. На сегодняшний день проведена реорганизация в части оперативного управления и работы компании с новой командой. На сегодняшний день мы имеем результаты уже в работе. То есть объем производства мяса птицы вырос примерно на 15%. Выйти на полный цикл производства замкнутого типа нам потребуются, конечно, серьезные вложения и инвестиции для того, чтобы полностью уйти от закупки импортного инкубационного яйца. Оно на сегодняшний день составляет почти 50%. От прежних хозяев «Юрмы» новым досталась неблагоприятная кредитная история, долги и сомнительная репутация. За время работы к агрохолдингу было немало претензий со стороны жителей Чебоксары и близлежащих районов по поводу неблагоприятного запаха и загрязнения окружающей среды птичьим пометом. Новое руководство намерено решить эти проблемы в ближайшее время. Менять название бренда оно не планирует. Сегодня мы благодарны компании «Мегамикс», что приняло решение зайти на фабрику. И вот сегодня уже по прошедшей нескольких месяцев работы виден результат. Компания стабильно работает, выплачивает зарплату, соблюдает технологию производства. Люди стабильно видят стабильность в коллективе. Мы видим перспективы развития. Решаются экологические проблемы данного предприятия. Я надеюсь, что 2020 год станет прорывным годом для компании «Юрма». Будут решены все основные проблемы. А правительство окажет всяческую помощь новому инвестору. Отрасль птицеводства для компании «Мегамикс» – проект не новый. Она давно и успешно работает на этом рынке. На «Юрме» уже сделаны первые шаги по переработке птичьих отходов. Мы сегодня в стадии испытания. То есть мы в тестовом режиме. Мы сегодня работаем по компостированию помета, используя два цеха, которые пришлось через реконструкцию запустить, приобрести технику. И вот в тестовом режиме мы сейчас осваиваем предложенные нам ускорители компостирования для того, чтобы получить высококлассную органику для наших фермеров, да и, собственно, для полей, которые будут задействованы в производстве «Юрмы». В планах обновленные агрофирмы развивать не только птицеводство, но и земледелие. Все рабочие места на фабрике сохранены. А в ближайшее время собираются создать еще 500. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика. Республика наряду с некоторыми регионами страны участвует в эксперименте по замерам объемов твердых бытовых отходов. Это напрямую повлияет на стоимость услуг по вывозу ТБО. Подробнее в нашем репортаже. Семь дней подряд на специальных весах измеряют контейнеры с мусором. Эти числа на экране точные вычисления по результатам необычного эксперимента помогут понять, сколько же мусора производит средним житель города или села. В эксперименте 4 города и 4 района республики. Чебоксары, Новочебоксарск, Канаж, Алатрик, Марпасадский, Ядринский, Янтиковский и Батревские районы. Подобные исследования проводятся впервые. На сегодняшний день норматив накопления твердых коммунальных отходов у нас одинаков и для жителей многоквартирных домов, и для жителей индивидуальных жилых домов. В текущем году принято решение провести новые замеры накопления твердых коммунальных отходов и рассчитать нормативы накопления твердых коммунальных отходов отдельно для жителей многоквартирных домов и отдельно для жителей индивидуальных жилых домов. От веса и объемов ТБО в дальнейшем будут зависеть тарифы на сбор и транспортировку мусора. Замеры будут проводиться раз в год, каждый сезон, так как ТБО в разное время года накапливаются по-разному. К тому же и плотность мусора разная. Мы посмотрим, что была объективная картина и в крупных городах, и в сельских нацеленных пунктах. В результате замеров по каждой площадке оформляется паспорт, фиксируются данные по объему мусора накапливаемого. Фиксируются данные по массе мусора, записываются данные по количеству домов, квартир, жителей, которые пользуются данной контейнерной площадкой. Для чистоты эксперимента, чтобы результаты замеров, необходимых для формирования накопления отходов, были наиболее объективными, процедура проводится под контролем общественников. Важно следить за чистотой эксперимента. Мы заинтересованы в определении корректности действующих нормативов. Ведь от этого у нас будет зависеть и размер платы за такого, всех жителей Чувашской республики. Раньше этот овраг был совсем другим. Местные жители выбрасывали сюда все то, что в хозяйстве непригодно. Сегодня картина изменилась. Чистая деревня без свалок радует сельчан. Масса 174,7. Эти контейнеры появились здесь недавно, а результаты уже видны невооруженным глазом. Местные жители новшества оценили, но и недоработки тоже нашли. А идея мне, в принципе, очень даже понравилась. Это, конечно, и экология не будет страдать. На улице не валяются сейчас и тряпки, и эти, бутылки, банки, сигареты дошние валяются. Сразу что забросим мы. Цена дороговато для жителей. Мы на почте платим, и за это деньги берут. Дороги, вернее, их отсутствие, еще одна проблема. Нет подъездных путей, нет возможности забирать накопленное ТБО. Сейчас на всю деревню всего три площадки с контейнерами. Когда работа закончится, станет ясно, как изменится ценовая политика в этой сфере. От жителей поступали такие запросы, что необходимо наладить системный сбор отходов именно в сельской местности. Вот сейчас эта работа идет, и вот как раз очень важно понимать, сколько отходов, сколько контейнеров нужно, да, и какая плата, соответственно, будет справедливой, чтобы эти данные были объективными, доводились до жителей, и все понимали, как и за что они платят. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. Как вести себя при пожаре? Сегодня на территории кадетского корпуса имени Кочетова в столице республики прошли пожарно-тактические учения. Участвовали в эвакуации Юлия Важанина и Андрей Шоклев. Внизу люди есть? Нет. Внизу людей нет, люди заблокировали на телефон. На третьем этаже только, да? Условно горит в подвале. Сколько людей сказали? Одно, сколько человек. На третьем этаже. На третьем этаже находится 28 человек. Проводим разведку. Горит склад кадетского корпуса. По легенде, на самом деле здесь идут пожарно-тактические учения. Основная задача – отработать навыки тушения и эвакуации. Мероприятие сложно переоценить, действительно важно. Не дай бог произойдет что-то действительно в действительности. Поэтому как персонал, так и сотрудники службы МЧС должны отработать все свои действия. Все выглядит по-настоящему. Пожарные машины, спасатели, скорая помощь и сами пострадавшие по сценарию. Параллельно отрабатывается и ситуация, когда у заточенных в здании людей заканчивается кислород. Как только все, кто находился в здании эвакуированы, спасатели приступают к тушению вымышленного пожара. Эдуард Сорокин уже 26 лет спасает людей. За это время он потушил такое огромное количество пожаров, что даже не сосчитать. Но каждое такое учение – дополнительный опыт. Пожары не бывают одинаковыми. Невозможно придумать какую-то формулу для тушения всех пожаров. Поэтому на каждом пожаре действуем в соответствии с имеющимися характеристиками здания, сооружения. И, соответственно, уже принимаем решение в зависимости от той ситуации, которая складывается на месте пожара. Очень важно ориентироваться на объекции. Пожарные смотрят, какие есть двери, как расположены входы и выходы из здания, где хранится имущество. Все это пригодится, если произойдет реальный пожар. Причем такие учения нужны не только самим спасателям, но и условно пострадавшим. Будем в первую очередь оценивать, как поведет себя администрация объекта. Как они включат систему оповещения о пожаре на объекте, как проведут эвакуацию, как посчитают людей, которые будут выведены из здания, в зону, где они не будут подвержены воздействию факторов пожара. То есть вот эти моменты отрабатываются. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Чебоксарах стартовала окружная спартакиада студенческих отрядов. Побороться за награды приехали лучшие из лучших. Финал намечены на выходные, а пока подготовка и торжественная церемония открытия. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Футбольные команды готовятся к решающим матчам. На кону медали и кубки позади месяцы тренировок. У сборной республики боевой настрой. Я лично играю за волейбол. Я в этом очень нормально себя чувствую. Мы в прошлом году ездили в Пермь, там выиграли первое место. Награды спартакиады будут оспаривать более 350 студентов со всех регионов округа. В программе настольный теннис, мини-футбол, волейбол. Спортсмены сдадут и нормы ГТО. Готовились, ребята все заражены успехом. Уверен, что мы заберем отсюда призовые места. Все медали будут наши. Наша молодежь является точкой опоры, при помощи которых мы выполним указ президента Российской Федерации о 55% доли регулярно занимающихся физико-культурой спорта. Студенческие команды «Движущая сила» и их инициативы в регионе поддерживают, отметил Михаил Игнатьев. В этом году наши отряды получили крупный грант из Федерального фонда. Вы неравнодушные люди, молодые граждане, которые занимают активную гражданскую позицию и выступая на разных мероприятиях, на принципах соревновательности и состязательности, поддерживаете. Разбрасывается, спортивная черта. Ура! По итогам спартакиады округа сформируют команду ПФО для участия на всероссийском этапе. Дмитрий Ковалев, Маргарита Мельникова и Игорь Зверев. Республика. Еще один интересный проект прошел в рамках российского библиокаравана. В Республиканской детско-юношеской библиотеке в Чубаксарах состоялись встречи с лауреатами конкурса «Книгу.ру» Евгении Басовой и Лилией Волковой. Проза для юного поколения. Вот основа творчества лауреата всероссийского литературного конкурса «Книгу.ру». Жизнь подростков во всех ее проявлениях – почти готовый сценарий для современных авторов. Здесь ничего не надо придумывать. Все как на ладони. Важно выделить главное, что волнует ребят. И писать, писать, писать. Лилия Волкова вошла в топ-15 лучших авторов по версии «Книгу.ру» 2019 года. Главное, чтобы было тебе не все равно. И не важно, для кого ты пишешь, для детей или для взрослых. Евгения Басова победила в конкурсе в прошлом году. Все люди проходят один и тот же путь. И у всех, когда это волновало, волновали какие-то вещи. В каком-то возрасте человек замечает, что Волков полно несправедливости. В каком-то возрасте человек влюбляется в первый раз. И это часто бывает невзаимно. Напомним, «Книгу.ру» проходит уже в десятый раз. Это единственный в мире литературный конкурс, в котором главные судьи – школьники от 10 до 17 лет. Именно они могут беспристрастно оценить написанные для них книги и назвать лучших авторов. Голосование продлится на официальном сайте конкурса до конца ноября. Алена Герасимова, Павел Иритков, Республика. Такой была пятница 27 сентября. Хороших вам выходных и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова